Могут ли родители оставаться спокойными, когда их ребенок находится в школе или в другом образовательном учреждении? Насколько они могут быть уверены в их безопасности, в безопасности своих детей? У нас на сегодняшний день система контроля доступа установлена практически во всех учреждениях. Это свыше 300 учреждений стоит система контроля доступа. И то есть родители имеют возможность, доводя ребенка до школы, то есть ребенок уже заходит непосредственно сюда, в школу, через систему контроля доступа. Данная система, которая находится в школе 159, она привязана к электронному дневнику, электронному журналу. Экстренные собрания, которые прошли с родителями, они прошли на огромном национальном надрыве, потому что мы вместе решали вопрос. А что можем сделать мы вместе для того, чтобы максимально обеспечить данную безопасность? Именно, наверное, тогда пошел перелом, что система доступа – это не просто, когда ребенок входит в образовательное учреждение, а это возможность родителю точно знать, находится ли ребенок в данном учреждении или его еще нет. Ну, можно подумать прямо чудо техники. Ведь если действительно в большинстве школ республики работает такая система, то за наших детей можно быть спокойными. Однако мы решили проверить, так ли это на самом деле. В том же микрорайоне Сипайлова наш корреспондент попытался проникнуть в несколько школ. Сейчас мы приехали в среднеобразовательную школу номер 141. Попробуем туда попасть. По нашей легенде, корреспондент забыл ключи дома, и ему нужно забрать их у младшего брата. Посмотрите, сработало, и теперь можно беспрепятственно разгуливать по этой школе. Нас охранник тормознул, спросил, куда идете, а сказал, что брату он учится в пятом классе, а? И меня легко, в общем, подпустил. Может быть, в соседней школе ситуация другая? Подъехали в среднеобразовательную школу номер 130. Попробуем туда зайти. А вот здесь возникла, казалось бы, непреодолимая преграда в виде двери с электронным ключом. Но и этот рубеж оказался нам по плечу. И опять в ход пошла та же самая легенда, которая, правда, еще ни разу нас не подвела. И в этой школе наш человек ходит, бродит. Итак, мы приехали в среднеобразовательную школу номер 38. А здесь, что называется, нас не ждали. Даже охранник, то есть человек, у которого на вооружении имеется видеотехника, посторонним почему-то не заинтересовался. И в следующей школе номер 17 турникет был преодолен с невероятной легкостью. Всего лишь одна учительница, причем очень робко, поинтересовалась поводом визита незваного гостя. Но почему-то на дверь не указала. Ну что ж, попытаем счастье еще раз. Так, мы возле 20... 127 школы. Мы как-то даже стали привыкать к тому, что наше присутствие в общеобразовательных учреждениях ни у кого не вызывает интерес. А тут на тебе, нас не пускают. Признаюсь честно, это была приятная неожиданность. Сейчас учителя полностью ведут учет прихода, ухода детей. Были очень серьезные разговоры. Проводились... Значит, мы направляли письма провести родительские собрания общие. Вот где объясняли родителям действительно, что не всегда работники школы могут даже за территорию следить. Это за территории. А на территории, как вы, уважаемые телезрители, сами видели, в некоторых школах всеобщая бдительность только на словах и на бумаге. Субтитры создавал DimaTorzok